Ещё 2600 лет назад до нашей эры впервые были созданы общественные туалеты и система городской канализации с отстойниками и стоками для воды. Во всех кварталах были колодцы. Вода подавалась в дома из небольших скважин. Сточные воды выводились покрытым стоком, которые располагались вдоль главных улиц. В современном мире канализационная система несколько упрощена. Однако человечество так и не научилось пользоваться такой уже простой и необходимой для общества вещью. Спустя тысячелетия многие люди даже не догадываются, для чего же именно существует канализация. Так в городе Чебоксара еженедельно образовывается около 70-80 засоров. Результатами сброса в унитаз упаковочного материала, предметов женской гигиены, памперсы, полиэтиленовые пакеты, тряпки синтетические, то есть все вот эти материалы, которые присущи сейчас вот нашей современной жизни. Канализация всегда была и считалась хосфекальным. И попадание в унитазы, и внутреннюю дымовую канализацию, твердых предметов, разбухающих тряпок и так далее, неминуемо обязательно приведет к засору. Причем, пока эта тряпка идет от колодца до колодца, она может создать засор за километр, за два, за три после того, как она вышла из дома. Еще одной причиной засоров является увеличение числа заведений общественного питания. Чаще всего сливы из кафе подключают к общетымовой канализационной сети, а поскольку в них не предусмотрены жироуловители, происходят засоры. В конечном счете все это отражается на жизни горожан. Если раньше было в советские времена, они были в отдельную сеть, сегодня многие получают разрешение, делают кафе и все это сливают в общедомовую сеть. То есть нет жироуловителей. А жироуловителей нет, значит весь жир сегодня, вот мы как раз будем присутствовать на прочистке канализации, вот эта сеть очень часто засоряется. Также распространенным фактом является то, что большинство цокольных этажей сдают в аренду, где арендаторы располагают непредусмотренные в этом месте сантехнические приборы. То есть все сливные устройства располагаются ниже отметки уровня канализации. И при первом же засоре на уличной канализации, соответственно, через эти унитазы, которые стоят ниже, оно все затапливается. И потом приходится объяснять элементарную гидравлику о том, что они будут затоплены первые. А многие даже в этих помещениях пытаются хранить готовые изделия, продукцию, склады и так далее. Потом начинают предъявлять нам претензии. На сегодняшний день, благодаря современным технологиям, большинство засоров устраняются в кратчайшие сроки. Время их прочистки варьирует от пяти минут до нескольких часов. Но их количество с каждым годом растет. Конечно, технологии идут вперед и, вероятно, в скором времени появятся устройства, которые будут остранять засоры еще быстрее и снижать их количество. Но пока уровень культуры человека останется на прежнем уровне, проблемы засоров канализации никуда не денутся.